Продолжение следует... 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 Номер 42, Артем Холмс, номер 95, Артем Швейц, кабинет Кабула. Главный для команды Римана Москва и для команды Артем Холмс. Водимир Машал, Владимир Машал, Владимир Машал. На маркетинге это хозяева по счетам. Воскорболе двух болезней. Номер 4, Рублана Девченко. Номер 5, Денис Лукашев. Номер 6, Тиро Кышек. Номер 7, Роберт Хэлли. Номер 8, Кольдон Стояновский. Теперь номер 2, Соская. Номер 10, Кабли Малыш. Номер 10, Александр Вильковлёв. Номер 11. Номер 10, Александр Вильковлёв. Номер 11, Алексей Кубасмола. Р дополнительная команда со 997, Мим в Tuấnалове Вильковлёв. Сегодняшняя встреча судят старший судья Сергей Зашуба, субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, мы рады приветствовать всех любителей баскетбола. И сегодня у нас, друзья, последняя в 2012 году трансляция из Донецка. Чемпион Украины принимает баскетбольный клуб «Киев». Титулованный клуб, именитый, но клуб, который сейчас переживает не самые лучшие времена, впрочем, как и «Донецкие тигры». Об этом свидетельствуют последние матчи с участием этих команд. Дончане проиграли две игры подряд, Николаеву и Будивельнуку, буквально два дня назад в Донецке. Ну и сегодня к ним на малую арену пожаловал аутсайдер нынешнего чемпионата. Команда, которая неплохо сражалась, судя по счету, против «Азумаша». Но при этом стоит отметить, что «Азумаш» в предыдущем матче с участием БК «Киев» действовал просто ужасно. Я думаю, что в том, что разрыв в счете был невелик, больше заслуга как раз-таки не подопечных Ренату Паскуале, а команды из Мариуполя. Но как бы то ни было, баскетбольный клуб «Киев» продолжает бороться, продолжает надеяться на попадание плей-офф. Ну а Донецку нужно возвращать боевые кондиции. Команда, завершившая выступление в Еврокубках. Теперь может более спокойно вздохнуть. Выступление уже не на три, а на два фронта. Единая лига ВТБ и Суперлига. Ну и, конечно же, именно в Суперлиге нужно возвращаться на те места, на которые Донецк претендует, на которых должен быть, судя по статусу команды. Сегодняшнюю игру для вас комментирует Александр Трофименко. Ну а теперь давайте знакомимся с главными действующими лицами этого баскетбольного спектакля. Начинаем с гостей. Сегодня это баскетбольный клуб «Киев» из столицы Украины. Команда выступает в традиционных зеленых цветах. Под номером четвертым играет Джастин Робинсон. Номер шестой – Максим Сандул. Номер восьмой – Андрей Жеребко. Десятый – Владислав Подолян. Одиннадцатый – Иван Балежаев. Под номером тринадцатым – Вячеслав Бобров. Номер тринадцатый – Станислав Худря. Тридцать пятый – Павел Крутауз. Номер сороковой – Евгений Сахнюк. Сорок второй – Джарад Джонсон. И номер пятьдесят пятый – Артем Швец. Главный тренер баскетбольного клуба «Киев» Рената Фаскуари. Ему помогают Марко Садини и Игорь Яценко. Хозяева паркета – баскетбольный клуб «Донецкий» в белой форме. Номер четвертый – Руслан Отверченко. Номер пятый – Денис Лукашев. Под номером шестым – Георг Фишер. Номер седьмой – Ромел Карри. Под номером восьмым – Войдон Стайновский. Дариус Сангайло под девятым. Десятый – Андрей Малыш. Одиннадцатый – Александр Липов. И четырнадцатый – Максим Пустозвонов. Семьдесят седьмой – Дмитрий Глебов. Номер девяносто девятый – Макс Адам Канате. Главный тренер БК «Донецк» – Косе Мария Баракаль. И его помощники – Ориоль Фейджис, Франциско Родрикис. Сразу же обращаем внимание, что в Киеве нет главного снайпера, лучшего игрока, лидера команды в этом сезоне. Этони Гус, получивший травму в матче против черкасских Малк, травму колена, продолжает это повреждение залечивать. Не принимал он участие в поединке против Будивельника. Не играл в Мариуполе. И сегодня мы также его не увидим. Есть проблема со славом и у Донецка. В частности, сегодня не принимает участие из-за травмы Иван Роденович. И нет Дорана Перкинса. По какой причине, я сейчас сказать, затрудняюсь. Но факт остается фактом. Сегодня этих ребят в составе Донецка не будет. Стартовые пятерки уже можете распознать на своих экранах. У Донецка с первых секунд этот матч начинают Стояновский, Липовый, Пустозвонов, Сангайло и Йорк Фишер. Выигрывает первый джамп-шот Дьорк Фишер и Донецк в атаке. Робинсон, Джонс, Крутоус и, кроме того, Жеребко довольно неожиданный. Нет, все-таки Сангул и Падалян. Играет Донецка первые очки в этом матче. Первые очки в этом матче за Донецком. Ну что ж, сегодня может быть проблема для Киева не только в отсутствии НДНГУЦА, а сколько в отсутствии качественной ротации. Последние матчи команда Рената Паскуаля проводила едва ли не в семером, а то и в шестером. Посмотрим, что будет сегодня. Падалян. Разворот образцов неточный. Борьба за подбор, которую выигрывают хозяева. Война Стояновский, против него защищается Крутоус. Молодой украинский баскетболист. Очень перспективный, очень хорошо прогрессирующий. Но в Киеве есть все для того, чтобы прогрессировать. Рената Паскуаля доверяет молодым. Ставка на воспитание молодых украинских игроков сделана Киевом еще 4 года назад. И с тех пор президент Александр Волков и наставники команды вернусь себе. Но о продуктивности школы Бака-Киев свидетельствует уже тот факт, что даже в баскетбольном клубе Донецк есть игроки, которые как раз таки перебрались из Киева. В столицу Донбасса Максим Сандул. Сандул забивает первые очки Максима Сандула. Александр Липовый. Именно он в отсутствии Дорона Перкинса начал со стартовых минут этот поединок на позиции разыгрывающего. Один из главных шутеров Дончан Стояновский на Сангайлу. Против Сангайлы Сандул. Ох, какое сегодня будет испытание для Макса. Двачка сверху. Дьор Фишер. Слэмдан. Для Максима Сандула сегодня не просто сложный матч, а, наверное, один из сложнейших в плане очного противостояния с Дариусом Сангайлой. Возможно, с Дьором Фишером даже не суть важно против кого из этих ребят играть. Хотя, конечно же, Сангайла будет поопаснее для любого оппонента. Дариус стал самым результативным игроком в предыдущем матче Донецка. Два дня назад он набросал ворот в корзину Будемельника. 28 очков. Набрал таким образом половину командных баллов. Ух, Холиук не удается. Чуть-чуть не долетел до корзины Дьор Фишер. Липовый. Нужно уже выбрасывать и два очка с отклонения. Как здорово сейчас Александр Липовый. Еще один экс-Волк. Экс-игрок баскетбольного клуба Киев. Как и Лукашов, который когда-то играл, выступал за эту команду. Как и Руслана Перченко, пополнившим совсем недавно ряды Донецкого клуба. Войдон Стояновский в быстром отрыве. Войдон забирался под кольцо. Два очка засчитаны, скорее всего, не будут. Но фолл на Войдон не Стояновский был. И это, похоже, первое командное замечание гостей. За две минуты и 46 секунд, которые команда сыграли, по одному полу уже есть. Фишер оставляет мяч Липовому. Интересное противостояние будет и американских бикменов. Джонс против Фишера. Опытнейший Диор Фишер, который поиграл на высочайшем уровне, выступая в Толививском Макабе, выступая в Испании. Лучшие чемпионаты Европы и, естественно, лучшая, сильнейшая лига старого континента Евролига. Робинсон, Робинсон не рискнул атаковать с периметра, пока мы не видели ни одной попытки Абакс Дуги. И вот Робинсон эту попытку предпринимает и точно три очка от Джастена Робинсона. Джастен Робинсон – это основной разыгрывающий команда Рената Паскуалия. Ему 25 лет. Игрок опытный, в отличие от многих своих коллег по киевскому клубу. Бока-Киев – это на минутку самая молодая команда Украинской Суперлиги. Дальняя попытка не долет от Александра Липова на подборе Робинсон. Буквально с паркета подобрал этот мяч. Джастен Сандул освобождает место для Робинсона, но Робинсону забить не удается. Борьба за подбор. Максим Сандул от его руки мяч вылетает. Фишер ему активно здесь мешал сделать этот ребаунд. И украинец, которому всего 21 год, не смог завладеть мячом. Пустозвонов. Максим Пустозвонов играет против Руслана Подоляна персонально. Ух, не повезло сейчас Войдуну Стояновский. Все здесь правильно он сделал. Правила на нем нарушили. Он пытался эндван заработать. Однако мяч не залетел. Не залетел в корзину. Вместо Крутоуса появляется Вячеслав Бобров. Войдун Стояновский на линии штрафных. Первый точен. И со второй попытки Стояновский не мажет. 9-5 становится счет. Команды приближаются к экватору первой четверти. Джастин Робинсон играет в Киеве в среднем по 32 минуты за матч. Сумасшедший показатель. Но у него хватает сил на это. Команда выступает лишь в Суперлиге. И несмотря на то, что 39 туров в регулярном розыгрыше, может себе позволить Рената Пасхуале такую неглубокую ротацию. Но я думаю, что итальянский специалист с удовольствием эту ротацию углубил бы. Однако просто нет сейчас, нет тех игроков, которые могли бы достойно заменить ребят из стартовой пятерки. Фол на Дариусе Сангайло. Неплохая передача из глубины на литовца прошла. И Сангайло выходит на линию штрафных. Несмотря на то, что перебора фолов нет, всего лишь третье командное замечание у Киева. Но дончане уже дважды выходили на линию штрафных. Свидетельствует о том, что полы киевлян не совсем оправданы. А если Сангайло сейчас забьет и этот бросок, то кажется, что и вовсе можно было не палить. Два из двух Дариус Сангайло все делает. Литовский центр правильно и все сейчас складывается в пользу его команды. Робинсон. Липовый очень цепкий игрок в защите. Пусть не все получается у Александра в нападении, но в защите это один из лучших игроков Донецка. По самоотдаче и по желанию бороться за каждый мяч, остановить любого соперника нет для Липова авторитетов, но и этим он ценен. Ждут от него прогресса более существенного, но я думаю, что в матчах Суперлиги Даракаль будет все больше и больше доверять украинскому защитнику. Дальняя попытка. Стояновский не забивает. Липовый в борьбе за подбор нарушает правила на Подоляне. В Киеве уже давненько. Это его, если не ошибаюсь, второй сезон во второе пришествие, но стоит напомнить, что Подолян и начинал карьеру в Киеве, отыграв 4 года за Волков. Дальняя со средней дистанции Подолян атакует. И 10-7. Липовый на Стояновске. Юр Фишер. Но Фишер с мячом, открытый бросок, 2 очка. Юр Фишер здесь все спокойно, как только Джонс от него подотстал, выпустил из поля зрения. Фишер тут же атакует кольцо. Вот теперь обратная ситуация. И уже американец Донецка прозевал рывок своего оппонента в трехсекундную. Джаред Джонс не дает Донецку уйти в отрыв. 12-9. Пока открытая у нас игра на встречных курсах. Без особо плотной защиты. Дальняя попытка от Верченко. Простите, Липова, конечно. Руслана Дверченко пока на паркете нет. Он ждет своего часа. Продолжает познавать хитрости, тактики Косе Биракаля. Сегодня вообще очень интересный матч с точки зрения противостояния двух западноевропейских баскетбольных философий. Один из самых опытнейших наставников Суперлиги. Итальянский специалист Рената Паскуале. Которому вспомнился в этом году 58 лет против молодого амбициозного испанского тренера Хосе Биракаля. Интересно, какие сюрпризы друг другу подготовили эти тренеры. Бобров. Швец. Джонс сейчас перешел на игру центровым, а Швец занял позицию тяжелого форварда. Нарушение правил, судя по всему, на Джареди Джонсе. Или же все-таки здесь вышел мяч от рук нанчанина. Было плохо видно сейчас. Джонс. Подождался отечественника. Всего трое легионеров в составе баскетбольного клуба Киев. Еще раз напомню, ну и одного из них нет. Это Робинсон. Робинсон легионер из Великобритании. Несмотря на то, что очень похож на американца. И мы привыкли видеть именно американских игроков на позиции разыгрывающих в украинском чемпионате. Все мы знаем, что украинских первых номеров катастрофически не хватает. И на клубном уровне, и в сборной. Но Робинсон европеец, британец. В Лондоне родился он на свою профессиональную карьеру. Четвертый номер БК Киев начинал как раз-таки в Соединенных Штатах. В университетской команде райдер. Стояновский. Лукашев. Три очка и три считать. Очень эмоционально Рената Паскуаля реагирует на все решения арбитров. Общается. Но Рената Паскуаля это действительно заслуженный тренер Украины. Не знаю, есть ли у него такое звание. Но все-таки Игров, который, простите, наставник, который очень много поработал на престиж украинского баскетбола. Напомню, что он уже возглавлял баскетбольный клуб Киев в середине нулевых годов. Становился чемпионом Украины вместе с волками. Играл в финале четырех. Кубка Фиба. Налетает мяч из кольца. Не удалось сейчас встретиться тремя очками Дончанам. Робинсон ищет постоянно, ищет своего плеймейкера. Костя Бобров. Бобров очень смело бросает, но не попадает. Помариновали в Мариуполе Вячеслава Боброва два года. Очень мало было времени у него в игре, но сумел он таки перейти в клуб, который, по сути-то, его и воспитал. БК Киев. И сейчас есть у него все для того, чтобы развиваться, для того, чтобы вырасти в игрока сборной Украины. Вячеслав уже этим летом приглашался в лагерь сборной. Мать-братела просматривал баскетболистов перед отбором на Евробаске 2013. Бобров тогда был в числе кандидатов, но попасть в национальную команду ему не удалось. Посмотрим, возможно, после этого сезона что-то изменится. Во всяком случае, я считаю Вячеслава Боброва одним из кандидатов на участие в домашнем для Украины Евробаскете 2015. И практически уверен, что этот игрок сможет попасть в главную команду страны. Но все, конечно же, зависит от него и от доверия тренерского штаба. Рената Пасквали Боброву доверяет довольно серьезно. Ну и, откровенно говоря, конкуренции на позиции Вячеслава в команде практически нет. Играет он и легкого форварда может сместиться на позицию тяжелого. Но там, в принципе, Артем Швец будет более гармонично смотреться. А Бобров... Бобров это легкий форвард с хорошим ростом за 2 метра. Для европейского баскетбола это довольно приличный рост, как для третьего номера. В Соединенных Штатах Америки, как вы знаете, легкий форвард должен обладать такими габаритами меньше, чем 2 метра. Джонс пытался атаковать кольцо, но помешал ему это сделать Максим Пустозвонов. 2 минуты 20 секунд, 17-11 в счет. И пока что Донецк, завоевавший преимущество на старте этого поединка, не подпускает киевлян на опасное расстояние. Ну а Джонс на линии штрафных. Джаред Джонс пришел в Киев сразу после окончания университета Болл-Стейт. Там он в среднем набирал 15 очков, делал 8,5 подборов в матчах Национальной студенческой лиги американской. Это довольно часто такой путь проделывают. Киевляне, скорее всего, вдохновились положительными примерами запорожского флэра, который пригласил Рэнди Калпепера сразу после окончания темы университета. Не прогадал, обрел великолепного игрока, лидера команды. Малыш атакует не точно, подолян на подборе. У Донецка большие проблемы на позиции большого форварда, четвертого номера. Остался, по сути, один Андрей Малыш. Команда отчислила Калаяна Иванова. Травмировался Иван Роденович. И вот образовалась такая проблема. Ну а больше, наверное, никто и не способен закрыть эту позицию. Хотя дальняя попытка не забивает Артем Швец. Швец, несмотря на свои габариты, известен своими снайперскими возможностями. Быстрая атака Донецка может получиться. Лукашев остановился перед Робинсоном. Стояновский. Фишер открытый. Не забивает. Фишер, Джонс. На ребаунде. Так вот, Баракаль может прибегнуть к злойному центру. Сангайло выходит на позицию четвертого номера. В принципе, Дариус Сангайло, он по природе своей не центровой. Играл в NBA. Он как раз-таки большого форварда. Мал Донецкий стал центровым. И вот при наличии Йора Фишера на экспозиции может Сангайло помочь передней линии. Но тогда такая пара больших смотрится просто супер угрожающей для соперников Донецких Тигров. Я думаю, что именно Сангайло и Фишер это лучшая пара больших в Украине. Один из двух для Тёма Швеца. Вместо Дениса Лукашова Руслан Отверченко. Отверченко не так много времени проводил в тех матчах, когда выпускал его Хасабиракаль. Но сейчас, я думаю, получит он больше доверия. Тем более, что против своего бывшего клуба играет Руслан. Мотивация довольно серьезная для баскетболистов. Кари на Малыша. Против Кари сразу двойная защита. И ошибается американский защитник. Подолян. Подолян выдержал эту паузу. Завис в воздухе. Два очка. И еще пол на себе зарабатывает. За Владислава Подоляна это уже первые очки в этом матче. Забивает он штрафной. И сравнивает счет. Таким образом Владислав Подолян. Последняя минута первой десятой минутки. Ошибка от Отверченко. Ошибка от Руслана Отверченко. Не сумел он вывести мяч из своей половины площадки. Не потеряв его. И в итоге приходит Владение к Киеву. Но это сути не меняет. Оставалось у команд теоретически по одной атаке. Перед первым перерывом. Думаю, что так оно и получится. Киевляне не спешат. Подолян. Швец. И забивает Артем Швец. Сложнейший бросок через руки оппонента. Ромел Карри. Карри спешить не должен. 10 секунд есть у него. Вполне возможно, что Карри, который очень часто решает на последних секундах в этом сезоне, будет решать сам. Но отыгрывает на Малыша. И Малыш таки забивает. Трехочковый. Таким образом, баскетбольный клуб Донецк уходит на первый перерыв лидером. 20-19 после первой четверти. Ну и пока команды отдыхают, готовятся ко второй 10-минутке. Напомню вам, друзья, что генеральным партнером, официальным мячом Ассоциации баскетбольных клубов Украины Суперлига является торговая марка Adidas. Интернет-партнер BigMir.net. Информационные партнеры телеканала Sport1, Sport2. Канал новостей 24 и портал чемпионат.com. Генеральный технический спонсор баскетбольного клуба Донецк. Компания современной технологии информации и безопасности. Stib.com.ua. Именно эта компания отвечает за все технические новинки нашего чемпиона. Генеральный спонсор БК Донецк. Компания Nikafarm. Инфузионные растворы Nikafarm. Гарантия вашего здоровья. И спонсоры донецких тигров. Navy in UA. Электроника для путешествий. Интернет-партнер Dipt. Информационные партнеры. Сайт Терекон и канал Юнион. Более подробная информация о всех спонсорах и партнерах Донецких тигров. На сайте bk.donetsk.ua. Там же вся информация о клубе. Последние новости. Ну и естественно видеотрансляции. Пока равная у нас игра. По итогам первой 10 минутки. Донецк не форсирует события. Донецк не играет жестко в защите. Я думаю, что именно из этого нужно исходить. Потому что определяющим фактором будет то, какой баскетбол навяжет Донецк хозяева в этом матче. Все будет зависеть именно от них. Но что интересно, матч первого круга между этими соперниками в Киеве завершился победой команды Рената Пасквали. Тогда лучшим игроком матча стал Вячеслав Бобров. Здорово он отыграл тот поединок. Ну и его команда вполне заслуженно праздновала Викторию. По счетам 79-71. Швец атакует издали не точно. Отверченко забирает этот подбор. Ромел Карри. Против Карри более мощный Подолян. Робинсон играет с Отверченко персонально Малыш. Малыш отыгрывает Дмитрия Глебова. Дмитрий Глебов, капитан Донецких Тигров, поправившись после болезни, вернулся в команду. Но Тверченко не успевает. Тверченко, похоже, что не успевает выбросить мяч до конца владения. Сквозняк от Глебова не сумели дончане исправить. И в итоге с мячом Джастин Робинсон. Отверченко предоставляет Малышу кое-право опекать Робинсона. Сам остается против Швеца и, естественно, проигрывает тому под кольцом. Правда, не удалось Артему Швецу заработать два с фоллом, но на линию штрафных Швец выходит. Для Отверченко, конечно, матч начался не самым лучшим образом. Это второе персональное замечание, похоже. Ну и тут же реагирует Косе Беракаль. Вместо Отверченко выходит Александр Липовый. И дает сейчас испанец молодому украинцу какие-то наставления. Очень долго что-то объясняет. Ну, в центре нашего внимания, конечно же, Артем Швец со своим неидеальным, неидеальным выполнением штрафных. Но один из двух. Ну и вновь Швец счет сравнивает. Карри. Прессинг киевлян. Успевает Липовый из-под этого прессинга все-таки выйти, вывести мяч за центральную линию. Ну и здесь уже никуда не спешит, хотя 10 секунд остается на организацию атаки. Сангайло. Вот против Сангайло и Сандуло оставался. Можно было попытаться спиной продавить. Два очка от Рамела Карри. Сложный бросок. Сложные по задумке, по исполнению, но все-таки точные. Хотя рискованно, рискованно Рамел Карри залез под оппонента. Не оставалось ему ничего, потому что время на атаку его команды уходило неумолимо. Подолян. Перевод на Сандуло. Малыш оказывается на паркете в лежачем положении, но никто не реагирует. Вот и три очка от Джастина Робинсона. А Джастин Робинсон. Лип-ауэй. Интересно, будет ли сегодня Биракаль нагружать Дариуса Сангайло. Трехсекундная. Три очка от Андрея Малыша. Как спокойно сейчас атакует Андрей. Но вообще это его любимая точка для дальних атак. Именно строго по центру площадки, по центру кольца. И стоит зазевавшемуся визави оставить без присмотра Андрея, как он тут же этим пользуется. Робинсон залез под Сангайло. Не забивает, естественно. Здесь все вполне логично. Рамел Карри с мячом. Быстрый отрыв. Успевает подключиться Липовый. На нем нарушают правила. Александр Липовый уже готов был завершить эту атаку двумя очками. Лэй-апом, но Руслан Подолян полет украинца прерывает. Джастин Робинсон попросил Ренату Паскуали о замене. В тот момент, когда забил он трехочковый, пробегая мимо скамейки киевлян, показал скрещенные руки, что... Наелся он, как для первого отрезка своего, но я думаю, что долго его не продержит на скамейке Ренату Паскуали. И уже минуты через три мы увидим Робинсона вновь в бою. Но пока его функции будет выполнять Подолян, функции разыгрывающего. Хотя вполне возможно, что и Павел Крутовус, который как раз-таки заменил Робинсона быстро вводят мяч из-за боковой. Увидели свободного как раз-таки Крутовуса партнеры. Забить тому не удалось, однако пол на нем зарабатывает Андрей Малыш. Это первое замечание для Андрея, но у Донецка уже многовато фоллов в этом матче было. Подолян, три очка, три очка. Владислав очень смело бросает, требует этого от своих подопечных Рената Паскуали. Постоянно требует не стесняться атаковать кольцо, как только появляется для этого возможность, как только появляется свободное пространство. Ну и в Киеве, пожалуй, что все, может быть, за исключением Сандула и Джонса, могут больнуть издали. Ойдон Стояновский выходит вместо Дмитрия Глебова, во всяком случае, так должно быть. Кого менять? Нет, Ромела Карри поменял. Особиракаль по позиции замена. Атакующий защитник вместо коллеги Памплуа. Стояновский, дабл-тим против него, едва не выдавили за пределы площадки. Глебов не решился на трехочковую атаку. Малыш гоняет по периметру мяч в Дончане. Атаковать не получается, остается совсем мало для этого времени. Стангайлов в передаче Дмитрия Глебова. Забивает два очка буквально за секунду до сирены об окончании времени на атаку. Сумел таки Глебов, очень смело пошел на двоих оппонентов. И не стал сам лезть на кольцо, а отдал скрытую передачу Сангайли. Тот забил. Не разобрались Бобров с Подоляном, кому же вылетать на эту передачу. В итоге потеря для киевлян. 27-26 по-прежнему у нас без особых рывков. Но Джастин Робинсон, мои прогнозы не оправдались вообще. Просто попил водички, обтерся полотенцем. И буквально тут же вышел вновь на паркет, заменив Владислава Подоляна. Липовый. Робинсону, конечно, к концу матча будет не сладко. Вспоминается сразу ситуация с Дереком Лоу, когда защитник Днепра провел в матче с Донецком более 40 минут. Три очка Дмитрия Глебова. Дмитрий Глебов очень важный психологический момент. Потому что Дмитрий человек такой заводной. Если у него пойдет, то он может творить чудеса, защищаясь очень плотно против своих оппонентов, так и атакуя. Но для него забить, тем более, дальний бросок. Это действительно важно. Выбивает мяч из рук Джонса Дончане. Начинают отмечать Новый год донецкие болельщики. Хлопушки, но я думаю, что никаких проблем с этим быть не должно. Ностроение действительно у всех праздничное. Новогоднее совсем немного остается до старта нового 2013 года. Ну и Донецк. Без раскачки этот год. Новый начнет с поединков Единой лиги ВТБ. 6-го числа игра в дворце спорта Дружба против Уникса. Смахивают мяч с кольца после броска Ромела Карри. Джонс. Джонс не спешит. Переходит киев. Позиционное нападение. Робинсон. С ним играет Стояновский сейчас. Вот он внимательно следит за действиями Робинсона. Робинсон. Парень шустрый. Великолепна у него скорость. Неплохой дриблинг. Но не хватает все-таки в однокровности. Максим Сандул из-под кольца. Два очка набирает. 30-30 за 5 минут до конца первой половины встречи. Пока Донецк не может оторваться от своих преследователей. Два очка. Вот она Стояновский. И Джастин Робинсон. Джастин не сказать, что выглядит уже всталым. Но все-таки действует в большинстве эпизодов не спеша. Передача на Джонса. Умела все шансы она не пройти. Но Дарью Сангайло лишь коснулся пальцами мяча. Не сумел завладеть им. Вместо Малыша Адер Фишер. И Артем Швец возвращается у Киева, меняя Макса Сандула. Робинсон. Бобров. Бобров сегодня незаметен. Бобров сегодня не так активен. Напомню, что именно Вячеслав стал лучшим игроком в составе Киева в поединке против Озом Маша. Два дня назад набрал он 22 очка. В той игре. Ух, какой смелый проход Дарьвиса Сангайло. Все абсолютно справедливо в исполнении Рената Паскуали. Нужно взбодрить свою команду, чтобы не было вот таких вот проникновений в трехсекундную зону. Потому что слишком уж легко дали Дарьвису Сангайле просочиться под кольцо. Ну и ветерана литовского баскетбола не сплоховал. Сангайло демонстрирует великолепный очень равный уровень игры на старте этого сезона. Хотя уже о каком старте можно говорить. Половина сезона практически позади. Ну и действительно литовский легионер является, я не побоюсь этого слова, лучшим в составе Донецка. Пока что вряд ли кто-то может претендовать на это звание помимо Дариуса. Возможно Ромел Кари, но Ромел Кари вот такими вспышками. Очень часто американский защитник спасал для Донецка матч и брал на себя инициативу на последних секундах. Однако не хватает ему стабильности. И не хватает вот такой вот ровности на протяжении всего матча. Лишь какие-то вспышки от Ромела Кари мы видим в этом сезоне. Подустал, подустал 32-летний американец. Это его третий год в Украине. Ну и уже после прошедшего сезона, который также был весьма насыщен, три круга национального чемпионата, дошли дончане до 1-8 финала Еврокапа. И нелегко было Ромелу Кари в каждом матче показывать высокий уровень. В этом сезоне он взял такую передышку на небольшую релаксацию. Бобров спиной кольцу, против него Липовый вылетает. Липовый, как Бобров великолепно разобрался и Джонс. Два очка сверху. Для Чистова Боброва аплодисменты уложил он сейчас на паркет Александра Липова и вылетавшего на подстраховку Дюра Фишера. Кажется, именно он это был. В итоге оставшийся без своего опекуна Джонс с лэм-данком колачивает мяч в фанкзину. Стояновский. Стояновский два балла. В своем фирменном проходе лояпом не получается, но добавляет Дариус Сангайло. Робинсон. Крутоуз на швеца. Джонса заиграли. Джонс толкается с Фишером Джонс. Весьма неплохой на позиции центрового игрок. Хотя, в принципе, по своей природе он большой форвард, но выполняет функции именно центра в команде Рената Паскуале. Так вот, является он третьим в списке лучших ребаундеров Украинской Суперлиги, уступая лишь Камерону Муру. И, если я не ошибаюсь, Владану Букасавлевичу. Джонс. Один из двух реализовал. Сегодня не очень хорошая ситуация у киевлян со штрафными. По многому благодаря великолепной реализации именно штрафных бросков. Победу над Донецком праздновал Будивельник в матче двухдневной давности. Туда были приблизительно одинаковые у команд показателей по броскам с игры. А вот за штрафных на порядок больше очков набрали гости. Серия так Донецкая не точно. Мяч вылетает от руки Джонса, похоже. Как бы то ни было, владение остается за хозяевами. И у них сколько времени на атаку. 24 секунды. Стояновский. Карри. Карри пытался заиграть Сангайлу. Сангайле не удалось корпусом оттеснить Джонса. И в итоге мяч от рук литовца покидает лицевую линию. Но Робинсон продолжает, продолжает вести свою команду вперед. Джастин Робинсон. Эту картинку мы видим, наверное, чаще всего. Вот там матчи, как Робинсон пересекает центральную линию. Фактически никто, кроме него, этого с мячом в руках не делает. Киевлян. Три очка. Три очка от Павла Крутоуса. Молодые украинские игроки. Вчерашний дубль сегодня играет в Суперлиге. Играет сейчас, на данную секунду, на равных с лучшей командой Украины прошлого сезона. Пытался Стояновский ответить трехочковым. Не получилось забить. Крутоус против Бойдена. А Швец эту передачу не принимает. Павел Крутоус извиняется. Всегда виноват дающий. В таких ситуациях также. И тайм-аут от Хосе Беракаля. 36-36 за две минуты. Чуть меньше двух минут еще играть в первой половине встречи. Ну что ж. Беракаля, очевидно, хочет все-таки сделать тот самый рывок, благодаря которому его команда сможет более-менее спокойно чувствовать себя в перерыве. Однако, я думаю, Рената Паскуаля кардинально против. Человек, который уж столько потренировал, столько повидал в своей тренерской карьере. Сколько лет он работал в Киеве, работал в итальянском Виртусе. Но все равно остается все тем же самым темпераментным, эмоциональным. Несмотря на то, что, казалось бы, это один из 39 матчей. Его команда с очень большой натяжкой, это так вот, мягко говоря, может претендовать на плей-офф. На самом деле, сейчас киевляне последние от зоны плей-оффов отделяет 6 побед. Ну, рассуждать о шансах БК Киев, это не совсем моей компетенции, не совсем правильно было бы с моей стороны. В любом случае, очень хочется, чтобы эта команда добивалась успехов, потому что действительно здесь собрано будущее украинского баскетбола. Однако, я думаю, главная задача Киева как раз, чтобы прогрессировали молодые игроки. И если это случится, если через 2-3 года мы будем иметь в сборной страны троих-четырых представителей нынешних «Волков», то я думаю, что это и будет самым лучшим, самым главным достижением команды Александра Волкова. Лукашев, передача очень острая, по замыслу была, но перехватил ее Джонс. Рисковал здесь Денис, прессинг киевляне применили на половине паркета Донецка, не давая пересечь центральную линию. Не выходит Алиуп, приземляется с мячом в руках Крутоуз, но из-под кольца забивает, несмотря на противодействие со стороны Тигров. Денис Лукашев, Денис Лукашев начинал свою карьеру как раз-таки в составе Киева, хотя сам он дончанин по паспорту, но не он, единственный тот же Бобров, кажется, тоже из Донецка. Однако, первые шаги в профессиональном баскетболе они делают, делали и делают в Киеве. Затем, завоевав достаточный авторитет, став основным плеймейкером сборной в отсутствии Стивена Берта, Лукашев перешел в будивельник, но получил травму и не смог в прошлом сезоне выступать. Не то, чтобы на высоком уровне, а вообще не играл практически весь сезон. Однако, получил доверие от руководства баскетбольного клуба «Донецк» и в этом сезоне сполна оправдывает это доверие Диор Фишер. Диор Фишер пока что, авансы, которые выдавались этому центровому, он оправдывает как раз-таки. И не совсем, но постепенно Фишер прибавляет все больше взаимопонимания с партнерами. Хорошие двойки у него с Сангайлой получается разыгрывать. И сейчас Диор 2 с полом. Пробивает Н2 на Диора Фишера. Донецк вновь впереди за 47 секунд до большого перерыва. Робинсон. Стояновский против Робинсона. Робинсон пытается освободиться. Вместо этого залез под Сангайлу, атаковал едва ли не с периметра и не точно. У Донецка есть время на атаку. Останавливается Стояновский, показывает, что будет это время использовать до конца. Ну и возможно секунды 3 останется еще у гостей, чтобы чем-то ответить. Стояновский на периметре 1. Забывают его все и он не забил. Борется за подбор Сангайла, не успевает. Этот подбор вырвать из рук киевлян. Остается совсем мало. Сиреной бросок. Защит. Защит. Атакует Подоляна и Рената Пасквали вот так вот эмоционально просто выталкивает Владислава Подоляна с паркета. Ну что ж, друзья, первая половина матча между баскетбольным командом Донецкой и БК Киев завершилась. 39-38. Минимальное преимущество хозяев. Команды уходят на перерыв. Отдохнем мы с вами и увидимся буквально минут через 10. Команды уходят на перерыв. Команды уходят на перерыв. Ну что ж, друзья, у тебя добрый вечер, добрый день. Спасибо, что пришли поддержать горячий клуб. И сейчас я хочу провести небольшой конкурс для взрослых. У нас всегда участвуют дети, а сегодня я хочу провести конкурс со взрослыми. Взрослые, вот кто не боится за вести снять, выходите. В конкурсе, выходите, выходите. Вести снять, мужчины, женщины. Кто хочет? Ванар сегодня будет новый олимпиадник 2013 года, то есть кто-то обновляет. Взрослые, выходите, выходите. Я вот просто всегда, кто-то провожу, я хочу, смотрю, что нужно будет тоже 5-го часа. Кто еще хочет? Давай, не стесняйтесь. Так, давай, кто же, можно? Постевайтесь, Барько, не стесняйтесь, давайте. Вот, реклама, давай, 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 давай. Снимай куточку, давай, пойдем. Пойдем, пойдем, снимай куточку, пошли. Я бы приобрела у ваших людей, для этого получения. Очень классно. Выходи, так, только еще, чтобы снимать куточку. Все, что-то еще есть, еще, что-то еще. Может быть, желтый. Нет, хорошо. Итак, друзья, пойдемте отсюда, сюда, бабы, и отсюда. Ну, не поапланируем, ребятам, кто вышел. А вот здесь нет, друзья. Вот мы встречали со мной. Очень просто. Ну, что у нас трехочковое поле, надо что-лить, бабах. Все. Трехочковое. Ну, дорогие, мы однокомно спинаемся, и потом сразу же бросаем. Вот у вас с ним будет очень удобно, как трехочковое. А вот так вот. Просто спинаемся. Первый раз спинаемся. А так я уже у нас в команде. Это хорошо, ребята, что вы спинаемся. Сейчас мне уже совсем покажут. А вот так, коренький. Вот, даже сделаю садик. Отлично, умничка. Умничка, садик, даже садик лучше проиграть. Ну, что, давай мы начинаем трех. Давайте вот, первого человека, вот так вот по кругу пойдем. Все. А, и так, стоп. Оставили срачи, руки вверх, дали. Удобный мяч в руках, вверх в руках. Первый человек, давай, мы садим мяч, садолон мяч. Давай, бегай на шоу. Бросай. Ай-яй-яй. Ничего страшного, ничего страшного. Давайте. А, кто следующий? Ребят, вот подолазочек. Давай, на трогай, я бы это не жалю. Бросай. Ничего, идем дальше. Так, так, бросай. Ай-яй-яй, опасно. Друзья, давай, подержим, не смертель, не молчать. Или вот, да, как по мне, 30-го, у меня как раз сложно попасть. Вообще, в руках попасть. Девушки, я думаю, вам нужно помыть, же, да. Так, сейчас, вот выше, что бросают. Давайте, вот, 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 вот. Что тут подержишь? Давайте еще по одному разу. Еще по одному. Девочки, давай. Что тут вообще не хочу попасть. Не понимаешь, что за мной нужно. Я думаю, девушка может. О-о-о-о-о! А, ну, я спрятаю. Мне кажется, это, покидите. Доверь, друзья, это просто че. Там просто, ничего, по разу. Вот, кто-то остался. Говорю, а ты не хотел выходить? О-о-о-о! Это первая паса. В нашем спаде у нас два финалистов. Два финалистов, друзья. Один спадается на тот футбол, другой спадается на этого футбол. Спасибо, кто участвовал. У нас остается два финалистов. То есть, давай покачать. Помощите. Кто попадает, кто вперед. Кто вперед? Давай. Давай, я посчитала что-то, что-то не посчитала. Давай, не бегай, бросайся. Ай-яй-яй. Поднимать их тебя. Квозь, где-то выстрелы. Еще одна попыточка. О-о-о! Аблодисменты, друзья. У тебя есть шанс. Ну что ж, вашу архивистменту. Валерия Анатольевна, как ее зовут? Андрей. Вашу архивистменту Андрею. Сегодня мы получаем полистрали на сегодняшний конец. На 2016-й год. Вот такой вот полистрали. Но мы с одной, то есть хорошо, что у меня везде. На три брюки подходите. Все в порядке. Спасибо огромное. С наступающим вам поздравимый аплодисменты. Мы вам аплодируем. С вами все время, друзья. С вами в 2014-й. Счастливо. И напоминаю, что в 6-го и двоя создается матч в Казахстане. Водополучка. Водополучка. Приходите. Приходите. Продолжение следует... 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 На Липову, но Липову, конечно же, браво за то, что он сумел так своим агрессивным нападением заставить фалить Робинсона, но за штрафные пока что 50% в третьей четверти реализации штрафных, один из двух вновь и лишь так, лишь благодаря четырем броскам Александр так и вернул лидерство Донецким Тиграм, Робинсон, Крутоуз. Крутоуз будет повыше, выйдан Стояновский, но опыт игрока сборной Македонии должен сейчас ему помочь в борьбе с молодым украинцем. Павлу Крутоузу всего-то 20 лет, он уроженец Белой Церкви, кстати, сегодня четверо земляков на паркете Белоцерковцев, это Крутоуз, это Швец и Подолян у Киева, ну и Максим Пустозвонов также. Родинство Белой Церкви, один из самых, скажем так, плодовитых на баскетболистов украинских городов, учитывая, что город это еще и небольшой, то вовсе удивительно, что именно много молодых, хорошее поколение Белой Церкви. Было воспитано 2 очка, Адер Фишер развернулся, сумел таки забить, хотя ситуация была не самая простая, но для Фишера и это не стало проблемой. Крутоуз, Бобров, Швец, Швец ждет, пока откроется Джонс, не дождался, заигрывает вновь Боброва, Робинсон под кольцо, скидка, скидка на Крутоуз, а Крутоуз уже из этой зоны. С правого фланга убежал, смещался в центр, ожидая, что Робинсон все-таки будет самостоятельно лететь на кольцо, но на Робинсоне нарушили правила. И фолл пробивной, хотя мне казалось, что Робинсон отдавал передачу, возможно, просто ему помешали бросить. Не завелает Джастин Робинсон. Джастина в этом сезоне со штрафными довольно-таки хорошая ситуация. В районе 75 процентов. Ну, для защитника, конечно, это же процент не очень хороший, но в целом, учитывая... Два очка от Дарьвиса Сангайла, считывая общий средний процент команды. Это довольно неплохо. Это Джонс на Робинса, на Робинсон. Вот теперь скидка на Крутоуза проходит чистая. Крутоуз атакует. И мяч, дважды стукнувшийся одушку, не залетает в кольцо. Липовый Фишер на Фишера Джонс выпрыгивал. Можно было попытаться уйти от него, но Фишер не стал этого делать. Сангайла, дабл ким против Сангайла. Передача на Липова едва не ушла в аут. Атакует Александр. И на этот раз уже ничто не спасло Круглого от вылета за лицевую. Эйрбол от Александра Липова пролетел. Но еще раз говорю, что Липовый сегодня в первой половине был хорош в защите. Ну, в принципе, 6 очков уже набрал. Это выше его средних показателей за матч. Заигрался, заигрался Патолян. Мяч выпускает, но отдают арбитры киевлянам мяч. Здесь поздравляет пустозвонок Фишера с такой удачной игрой в защите. Причем, что интересно, Фишер внизу вынудил Патоляна этот мяч практически вынудил потерять. Остается владение. Затянулась эта атака баскетбольного куба Киев. Джонс под кольцом сражается. Все это как-то сумбурно, как-то безмыслие. Ну, и в итоге, лишь благодаря тому, что мяч в последний момент задевает руки Дончан, удается Киеву сохранять шансы. И вот Патолян все-таки окончательно эту атаку запорол. Пустозвонов. И Патолян отработал как. Отобрал мяч у Пустозвонов. Крутовуз выходит на кольцо, не забивает. Робинсон. И вновь Робинсон не забивает. Заколдовали кольцо Дончане. Буквально вот два очка, которые залетели в начале четверти. Больше ничего забить не удалось. Нет, еще один раз Робинсон со штрафного, но вот такое. Вот с игры не забивали. Максим Сандул возвращается на паркет. Андрей Малыш вышел вместо Дера Фишера. Очень плотная борьба. В трехсекундной зоне. Борьба за позицию. Сангайло поднимает руки. Атакует, не забивает. А Малыш добавить не сумел. Показывает Андрей, что нужно Швеца крыть. И как раз этого сделать не удалось. Артем Швец летел на слэмданг. И не совсем красиво, по-моему, Андрей Малыш остановил его. Нарушил правила. Естественно, фолл был неумышленный. Пытался здесь и Малыш сыграть красиво. Поставить блокшот. Но не удалось. В итоге красивый эпизод Швецу испортил. Но все-таки у Артема будет шанс, чтобы набрать очки с линии штрафной. Один из двух. Стояновский. Сейчас именно он берет на себя функции разыгрывающего. Сангайло ставит спину. Позволяет Войдону пройти к кольцу. И в итоге сыграла эта двойка. Ту комбинацию, которую планировали. Сангайло добавил, правда, после броска Стояновского. Войдона сегодня летит не особо. Это всего 4 балла. Не заметен был македонский защитник в матче. Но это Вячеслав Бобров. Вячеслав Бобров в отрыв не пускает. Дончан 47-44. Это преимущество на уровне одного броска. Заступил за линию Дарио Сангайло, прорываясь по лицевой. Арбитры это фиксируют. И все по делу. Романкари и Денис Лукашев меняют войдя на Стояновский. Александр Липов поменял заднюю линию. Косе Биракаль освежил. Внукари нужно возвращаться. Он пропустил несколько матчей. Нужно возвращаться на тот уровень, который он может демонстрировать. Я понимаю, что матч для него лично, возможно, не самый серьезный в плане мотивации. Однако Донецк в таком положении, что победа нужна уже в любом матче. 10-10 баланс побед у Донецка. Никак не удается подняться хотя бы в пятерку первую. Все дончане балансируют на грани 7-8 места. На грани вылета из плей-офф. Робинсон, Бобров, Швец. Швец таки Малыша раскрутил, но бросал уже слишком тяжело. Лукашел с мячом. Дальняя попытка эйрбол Андрея Малыша и Джастин Робинсон. Джастин Робинсон показывает, что нужно движение сейчас в лиде от кольца Донецка. Бобров пытался эти два балла занести, но правила на нем нарушил Дарьо Сангайло. Вячеслав Бобров, который сегодня набрал всего два очка, сможет сейчас свою персональную статистику несколько улучшить. Дальняя попытка эйрбол Андрея Малыша и Джастин Робинсон не забивает Вячеслав Бобров. Сегодня большая проблема с реализацией штрафных. Как бы она не стала одним из факторов поражения киевлян. Хотя, конечно же, о поражении еще говорить рано. Играть очень и очень много. 13 минут 42 секунды до конца основного времени. Ну и преимущество Донецка в три очка. Пока что оно не настолько серьезное, чтобы можно было делать выводы о победителе этого матча. Карри атакует три очка. Здорово. Стоял-стоял, думал Ромел Карри на дуге. Что ему делать, кого заиграть. И решил, да, лучше уж самому решить этот эпизод. Все сделал он, как и подобает, лидеру команды. Крутаус. Это у Крутауса сейчас Карри и Сангайло играли. Не попадает Крутаус по кольцу. Ромел. Крутаус через Сангайло выходит из этого непростого положения. Дариус снова с мячом. Против Боброва играет. И Бобров палит. Ну а Дариус Сангайло радует всех таким вот красивым эффектным данком. Очень похоже на слэм-данком тест. Но Вячеслав Бобров, получив второй фолл, вынуждает Инато Паскуале, судя по всему, взять тайм-аут. В этой четверти это первый, первый тайм-аут во второй половине встречи. Паскуале о чем-то беседует, по-моему, уже не только с арбитрами, но и с противоположной скамейкой. Очень интересно смотреть за манерой поведения этого тренера. Было бы даже, знаете, интересно посмотреть за противостоянием еще одного запомнившегося своей эмоциональностью Саша Абрадовича с итальянским спецом. Но это из таких гипотетических дуэлей, а из дуэлей насущных у нас сегодня последний матч Украинской баскетбольной суперлиги 2012 года. В Донецке он последний сейчас проходит, а вечером суперматч, матч лидеров. Мариуполь Азамаш будет принимать киевский будивельник. Будивельнику пришлось туго в Донецке два дня назад. Не скажу, что киевляне выиграли очень легко, несмотря на солидное преимущество, солидную разницу в счете. Все-таки победа была сложной, особенно первая половина игры была непростой. Ну и как будивельник, так и Азамаш в своих предыдущих матчах явно здесь демонстрировали того максимума, на который они способны. Будем надеяться, что сегодня вечером мы это увидим. Ну а свой следующий матч баскетбольный клуб Донецк проведет в рамках суперлиги, проведет уже в новом году. Второго января поединок Вано-Франковский против Гаверла, а затем четвертого числа в Львове с политехникой. Ромел Карри, два его трехочковых броска, увеличивает преимущество Донецка до 9 пунктов. И вот это уже, знаете, серьезно. Это тот барьер, который психологически может Киев не преодолеть. Конечно же, отыграть 9 пунктов это вполне под силу в любой команде. Но вот психологически посмотрим, выдержит ли этот удар Киев. В целом случае Джонс набирает очки. Для его команды это лишь восьмой балл по ходу третьей четверти. Лукашев завивает Денис Лукашев. Никто не решился его остановить. Фиден спокойно занес мяч в кольцо. Бобров будет разыгрывать, что Робинсона сейчас попробуют на шутера вывести. Нет, все-таки Робинсону мяч возвращают. Остается 5 секунд на атаку у киевлян. Не точно она была от Джастина Робинсона. Максим Сандул, который пытался добавить в этом эпизоде, получил толчок от Дениса Лукашева. И в итоге выйдет на линию штрафных. У Донецка уже перебор с командными фолами. Третьей четверти у киевлян. Также запаса никакого не осталось. Четыре замечания заработали гости в этой 10 минутке. Ну а фол, судя по всему, дали Андрею Малышу. Два из двух. Максим Сандул реализовал. Ария. Пытался Ария пройти под кольцо, но сразу двойной блокшот получил от Джонса и Сандула. Второй номер комбинации показывает разыгрывать по скуале. Тут же Робинсон отдает мяч Боброву. И Бобров завивает в самостоятельном проходе, в тяжелом проходе. Пришлось ему тут поработать правым плечом, чтобы левой рукой этот мяч занести в корзину. Но, как видим, эта комбинация прошла. Швец и Подолян готовятся выйти киевлян на паркет. Кари с мячом едва не потеряли. Но все-таки остался мяч у хозяев. Кари не сумел ее занести. От досады хлопнул в ладоши. А Крутоус врезался в стену по имени Малыш. И так и не сориентировался, что же делать и как эту проблему сжить. Глебов с периметра, точно! Дима Глебов. Три очка Дмитрия Глебова. 35 секунд еще есть. Обеих команд, чтобы как-то изменить цифры на табло. Робинсон. Что придумает Джастин на Боброва? Ну что, будут играть через Боброва киевлян теперь? Пошла игра у Вячеслава. Стал он действовать намного смелее, намного увереннее в себе. Вполне возможно, что именно он станет тем лидером, тем джокером, который организует погоню киевлян. Бобров забивает в этот раз со штрафной линии. Два из двух для Вячеслава Боброва. Шесть очков он заработал по состоянию на данную секунду. Ну и теоретически последняя атака. Третьей четверти. Лукашев спешить не станет. Есть у его команды еще 10 секунд. Что-то нужно теперь решать Денису. Естественно, решать эта игра на Рамалакаре, который находит Малыша. Малыш атакует. Издали попадает Андрей Малыш. 61-62. Именно при таком счете звучит сирена, повестующая об окончании третьей четверти. Донецк сумел сделать вот тот необходимый рывок, который существенно приблизил команду ФСЭП Абиракаля к общей победе над баскетбольным клубом Киев. Ну а я, друзья, напоминаю вам, что генеральным партнером и официальным мячом украинской баскетбольной суперлиги является торговая марка Adidas, интернет-партнер BigMirNet, информационные партнеры телеканала Sport1 и Sport2, канал новостей 24, портал чемпионат.com, генеральный технический спонсор баскетбольного клуба Донецк компания Stib, генеральный спонсор компания Nikofarm, спонсоры Navy in UA, интернет-провайдер Deep, информационная поддержка от сайта Терекон и канала Юнион. Итак, друзья, дончане сумели выиграть третью 10-минутку с разницей 8 очков. Это, конечно же, существенный задел перед завершающим периодом. Станет ли четвертая четверть у нас венцом этого матча? Посмотрим, может быть, и овертайм будет. Донецк гораст в этом сезоне играть овертайм. И был период, когда едва ли не каждый третий матч заканчивался дополнительное время. Однако сегодня Киеву нужно сотворить что-то невероятное, чтобы этот овертайм приблизить. Пока команда Ренета Паскуали, державшаяся на протяжении двух четвертей на одном уровне с Донецком, проиграла третью 10-минутку в честую и проиграла прежде всего благодаря плотной защите команды Фосе Баберакаля. Будет ли такая же плотная игра в обороне у Донецка в четвертой четверти? Посмотрим. Во всяком случае, она уже началась. Лукашоу, Малыш, Глебов, Фишер, Карри на площадке у Донецка. Швец, Робинсон, Бобров, Джонс и Подолян у Киева. Малыш со средней дистанции не забивает на подборе Фишера, опережает Подолян. Робинсон с мячом. Джастин Робинсон на Боброва. Бобров, может он спиной сыграть против Глебова, но и здесь обманули, обманули дончане своих оппонентов, в частности, Вячеслава Боброва. Глебов так сделал вид, что уступает в этой борьбе Боброву, хотя мы знаем характер Дмитрия и специально точнее не специально он бы не уступил наверное ни за что, стоял бы очень твердо на ногах, но и накрыл блокшотом Фишер бросок украинца. Не удается Донецку заработать очки в этой атаке. Тактический фолл Лукашева в центре площадки на Робинсоне. Набегал американец, британец, простите, быстрый отрыв и Денис Лукашев здесь ценой третьего персонального замечания останавливал этот проход. Робинсон сумел таки эту передачу Швейца выловить. Британец опять с мячом. Бобров, Джонс, Джонс против Фишера, Джонс не решается идти сразу в обвод, но все-таки благодаря своей подвижности, благодаря неплохой технике игры под кольцом, Джонс сумел Диора Фишера здесь обмануть, накрутить, что называется, и два очка завработал. Карри с отклонением летел этот мяч, немного перебрал Рамал Карри в левую сторону, но и в итоге, встретившись с Душкой, баскетбольный снаряд в кольцо не попал. Еще одно нарушение правил, в этот раз на Владиславе Подоляне Робинсон. Небольшое совещание с Ренатом Паскуаля, у Донецка двойная замена, Малыш Айкари меняет Стояновский Сангайло, но сейчас, я думаю, опять повеселее дела пойдут под кольцом у дончан. Дориус Сангайло продолжает беспокоить проблемы с правым плечом, была у него одна повязка на плече сейчас немного другое, но, судя по всему, какие-то неприятные ощущения есть, а киевляне сокращают разрыв до 4 очков, Владислав Подолян это делает, неточная передача, которую Швец перехватил, быстрая атака от Робинсона, нарушение правил Дмитрия Глебова. Болит, нет, все-таки показывают, что Робинсон был неправ в этом эпизоде и потерял мяч. Липовый, Стояновский, Александр Липовый через Глебова, Глебова с Бобровым играет Фишер, но Фишер может сам пойти на Швеца. Нарушение на Войдоне Стояновский не доносит Стояновский мяч, в любом случае он навряд ли был бы засчитан, нарушение правил было чуть раньше и естественно фол этот непробеной, потому что он первый для гостей в 4-ой 10-й минутке. Войдон Стояновский будет водить мяч из-за боковой, а не из-за лицевой, как он готовился это сделать. Липовый Сангайло своей спиной помогает Александру. Украинец на периметре не атакует. Глебов зато делает это вместо него. Еще один украинский баскетболист не забивает. Смахнул Дюар Фишер этот подбор. Прилетел мяч своим же Сангайло. Сангайло на Глебова и Глебова здесь прозевал Джонс. Глебовый в этом эпизоде должен был играть и должен был это делать Зачислав Бобров. Три очка от Артема Швейца прилетает 63-60. Ну что ж, Киев возвращает интригу в наш матч, сохраняет шансы на победу Стайновский. Долженся продавить Подоляна, но только до кольца мяч не долетает. Это нарушение правил и Войда Стайновский будет этот фол пробивать. 2-2 по командным замечаниям в этой четверти. И замена. Подустал Джаред Джонс. Вместо него Максим Сандул. У Сандул и Джонс они практически одногодки, 21 год, украинцы, 22. Американцу, однако, Рената Пасквале больше времени доверяет именно заокеанскому легионеру. Сандул, который в позапрошлом сезоне стал серебряным призером среди дублирующих составов. Игрок молодежной сборной Украины и один из кандидатов в будущем в национальную команду, хотя на позиции центрового как раз-таки у сборной Украины по-моему проблем меньше всего. Джастин Робинсон еще два пункта. Робинсон, набравший первой половине встречи 10 очков, после перерыва отметился лишь тремя баллами. Но у него еще, думаю, его звездный час впереди. Липова атакует и совсем чуть-чуть не хватает. Не везет Александру Липовому. не залетает этот бросок с периметра. Робинсон на Подоляна. Липовый. Швец оказывается вновь на периметре, не успевает катастрофически за ним Дёрфишер. Глебов выигрывает подбор и теряет мяч на видении. Сандл забивает два очка. Молодец Максим Сандл подкараулю Дмитрия Глебова. Здесь, конечно же, Глебов подвлекся на борьбу за своим прямым оппонентом с Бобровым и не заметил, как подкрался центровой БК Киев, отобрал мяч и свел преимущество Донецка к минимальному. Один балл 65-64. Друзья, напомню вам, что сегодня прошел матч дублирующих составов. Как вы знаете, в чемпионате дублеров не все клубы в Суперлиге выставили свои команды, но Донецк и Киев всегда славились последние годы вот своей молодежной школой и в итоге сегодня прошел матч дублеров с утра, в котором, впрочем, борьбы не получилось в отличие от матчей основных команд. Донецкие дублеры с толкостью выиграли поединок 83-44. Команда Валерия Плеханова напомню, лидер чемпионата дублеров очень уверенно возглавляет турнирную таблицу, ну а лучшими игроками этого матча стали дончанин Александр Дробяцкая, сделавший дабл-дабл 23 очка 11 подборов. Еще один дончанин Игорь Бояркин набрал 12 пунктов 8 подборов из 7 результативных передач очень хороший показатель. Был близок трипл-дабла, но все-таки не хватило. Ну а лучшим составе киевлян был Евгений Сахнер. 16 баллов он набрал. Донецка вообще, я думаю, в скором времени будет одна из лучших баскетбольных школ в Украине. Те проекты, которые реализуют Донецкие Тигры, в частности, школьная баскетбольная лига Шахтерских городов, которая объединила 12 школ городов Макеевки, Ждановки и Кировского. Она уже стартовала, но в планах на следующий год старт еще одной Донецкой баскетбольной лиги. Это именно уже внутри Донецкой соревнования при поддержке городских областных властей. В общем-то, через несколько лет ждем полностью украинского роста в Донецке. Но пока что без легионеров никуда, и вот один из них, один из редких легионеров Киева, Джастин Робинсон, который очень неплохое впечатление производит. На Крутоуса Подолян. Подолян три очка в прыжке, но не точно о подборе будут первыми гости. отчаянная борьба за мяч между Войдоном Стайновским и Максимом Сандулом. Нарушение со стороны македонского защитника. Третий фолл для Войдона, третий командный для Дончан. Полчетверти еще играть в основное время этого матча. Джастин Робинсон Джонс против Фишера. Скидка на периметр Сандулу. А кому здесь Джонс отдавал? Сандул это совершенно не игрок дальнего броска. Ну и эту не совсем удобную передачу выловить он не сумел. Продолжает свою ротацию Рената Паскуалия, Швец, Бобров. Чуть-чуть передохнули, буквально минутку и вновь возвращается в бой вместо Сандула и Крутауса. Сегодня, если я не ошибаюсь, в ротации Киева задействованы семь человек. Конечно же, это чрезвычайно мало, чтобы противостоять команде с такой скамейкой, как Донецк. Но пока это удается киевлянам. Пока игра еще раз уже, наверное, двадцатый раз сегодня, скажу, проходит на раунд. Швец. Робинсон. Вот смотришь на БК Киев и просто не знаю, почему команда находится на последнем месте в турнирной таблице. Совершенно не соответствует это место в той игре, которую киевляне показывают. Однако, вообще, чемпионат Суперлиги в этом сезоне настолько выровнялся, что очень сложно сейчас прогнозировать, кто же попадет в плей-офф, кто будет бороться за чемпионство. Даже такой круг из трех команды как-то сразу не очертишь. Есть команды с амбициями, это и западноукраинские коллективы, запорожский фэру, которому надоело уже вылетать в первых раундах плей-офф, хотя в прошлом сезоне запорожцы сумели завоевать бронзу чемпионата, но амбиции клуба куда выше. Робинсон не забивает. Самостоятельно решил Робинсон этот эпизод закончить. И точно Ромел Карри не спеша пересекает центральный круг. Подолян и передача на Диора Фишера, судя по всему, рисовалась, хотя Диор уже сделал шаг по направлению к краске и в итоге группа поддержки неверная истрактовала этот свисток арбитра и, естественно, таймаута здесь не было. Продолжается у нас матч Джастин Робинсон сейчас напряжение довольно серьезное. Таймаута еще по два таймаута есть в запасе у каждого из тренеров. Швец. Скидка на Робинса. На Робинсон не будет через Сангайл атаковать. Это понятно. А вот Швец остается против Липова. Хороший размен для Артема и заметил он это. Пытался прорваться к кольцу. Правила на нем Александр нарушает и фол пробилной походу. Нет, все-таки не пробивается. Это четвертое командное замечание. Джонс. Джонс вместо Сандула. Джаред Джонс. Сегодня Джаред один из самых заметных игроков матча. Вместе с Робинсоном они в своей команде лидеры результативности по 13 баллов. всего больше всех набрал Дариус Сангайл и 14 пунктов вновь в который раз Дариус хорош в индивидуальном плане и посмотрим поможет ли это его команде сегодня победить. 65-66 Киев выходит вперед сегодня это уже происходит не в первый раз Липовый Стайновский что Войдон здесь изобретет и правильно все делал смыл уже над ним Вячеслав Бобров Войдон Стайновский это заметил и не столько он пытался попасть с Дуги сколько искал контакта с Бобровым но упрекать в этом Магенонского защитника не стоит это часть баскетбола здесь он все сделал правильно в Пускуале такое чувство что сейчас будет выбегать на паркет и бегать рядом со своими подопечными подсказывая им как действовать в той или иной ситуации уже за лицевой мелькает жестикуляция итальянского специалиста Стайновский первый реализовал второй нет пока 4 шестерки у нас на табло вот сейчас этот бросок может ситуацию изменить забивает Войдон Стайновский Донецк впереди начинаются качели ну и 2 минуты 10 секунд до конца основного времени уже говорил основного времени потому что все может быть вполне мало кто ожидал наверное что киевляне сумеют за 4-ю 10-минутку отыграть отставание в 9 пунктов но это произошло неточная атака Ромел Карри Донецку сейчас важно набрать эти очки потому что преимущество в 1 балл очень шаткое а вот если будет 3-4 очка то совсем другое дело и дальняя попытка Александра Липа очень вовремя очень своевременно Войдон Стайновский отдал эту передачу и Александр Липовый забивает 3-х очковый бросок 70-66 Подолян на Джонса Джонс против Фишера Джонс крюком не забил однако Дёрд Фишер при этом нарушил правила на американцы и Джаред Джонс выйдет на линию штрафных будет 2-2 попытки у Джареда чтобы сократить отставание своей команды в этом сезоне процент реализации штрафных у Джареда Джонса 67 такая цифра не обнадеживающая киевских болельщиков ну и цифра которую Джонс подтверждает 0 из 2 для Джареда Джонса очень важный сейчас был эпизод для киевлян ну и Донецк я думаю сейчас попытается закончить это результативно прорывался под кольцо Войдон Стояновский фол на нем фол пробивной Вячеслав Бобров не сумел накрыть бросок македонского защитника без нарушения правил хорошо хоть не дал забить 2 очка и теперь уже все зависит от нерва Войдона не без проблем однако первый бросок залетает но я друзья сообщу вам что как бы не закончился этот матч сразу после окончания игры состоится прямое включение с паркета где корреспондент Галина Тимченко возьмет флэш интервью у игроков команд возможно пообщаются с девчонками из Red Fox из Донецка ну и естественно с самыми активными болельщиками донецких тигров в сегодняшнем матче так что не переключайтесь сразу после окончания игры буквально в течение минуты флэш интервью это всегда интересно потому что эмоции еще бушуют еще не успевают браскетболисты отойти от волни и переживаний этого матча и их комментарии в этот момент наиболее наверное ценен ну и естественно послематчевая пресс конференция также вашему вниманию прямой трансляции на сайте Steve.com.ua все это будет уже после окончания матча у нас еще играть минуту и 8 секунд в основное время но еще раз пользуясь моментом всех приглашаю 6 января в 18.00 на арену Дружба не пропустите битву баскетбольного клуба Донецк с великим именитым казанским униксом это матч в рамках единой лиги ВТБ дончане продолжают сражаться в этом турнире за выход флай-офф и есть все шансы у команды Хусапа Биракаля на это серия домашних матчей предстоит Донецким Тиграм первый месяц 2013 года поэтому болеем все вместе за Донецк и будем надеяться что ВТБшная весна приедет в столицу Донбасса Робинсон два с полом забивает два с полом для Джастина Робинсона взял инициативу на себя британский разыгрывающий и не сплоховал Войлен Стаймовский не сумел спалить надежно В итоге аплодисменты Дмитрий Глебову сумевшему вырвать в ответ круглого из рук соперника в итоге 74-68 я думаю что этот бросок может снять все вопросы победителей в этом матче не забивает Малыш 6 баллов преимущество остается быстро пытаются киевляне атаковать Швец забивает Швец через руки Артем Швец поспешил я поспешил друзья с по снятиям вопросов прессинг обозначали киевляне но не стали идти в этом прессинге до конца расположились в персональной защите Робинсон мяч из рук Стайновский выбивает Подолян сражается Стайновский уже лежа не забивает и 10 секунд на то чтобы перевести этот матч в овертайм есть у Джастина Робинсона фол от Войдона Стайновский естественно Рената Паскуале просто в неистовстве понимает он что нужно было быстрее атаковать нужно было пока дончане не успели ополниться нужно было переводить мяч на одного из снайперов и уже бить трехочковым и так остается 7,5 секунды до конца основного времени и Джастин Робинсон но как сейчас будет у Джастина плохо сегодня у него все со штрафными очень плохо как для разыгрывающего нужно исправлять статистику и нужно дарить своей команде шансы на победу или хотя бы на овертайм двойную замену готовит Рената Паскуале естественно для того чтобы фолить Крутоус и Сандол должны сейчас заработать быстрый фол 2 из 2 Джастин Робинсон тайм-аут берет все-таки Хосе Беракаль естественно Беракальу сейчас нужно найти человека с железными нервами тот кто в решающий момент не дрогнет и сможет реализовать штрафные нет сомнений в том что киевляне сейчас будут палить им ничего не остается это тактика полов это концовка нервная концовка напряженная но кто бы мог подумать чемпион против аутсайдера нынешнего чемпионата однако это противостояние принципиально потому что это противостояние Донецка и Киева как вы знаете во всех видах спорта начинается все естественно с футбола ну и Донбасс против Киева у нас довольно большое противостояние в эти дни за 2 дня 4 матча между Азумашем Будивельником Киевом и Донецком мы увидим пока что в таком вот противостоянии Донбасса и Киева ничья 1-1 сейчас кто-то сможет склонить чашу весов в свою пользу ну а вечером еще раз напомню матч Мариуполя Азумаш Будивельник битва лидеров чемпионата ну что ж последние решающие во многом решающие секунды этого матча а решать-то не одно закончится ли эта игра в основное время либо Донецк вновь вынужден будет отбегать дополнительные 5 минут у команды график мега плотный я уже говорил что в начале 2013 года каждые 2 дня будет матч едва перехват не совершили дончане и что здесь киевляне спасают Робинсон нужно атаковать Робинсону звучит сирена Робинсон не забивает от защищались киевляне просто великолепно сумели заставили ошибиться ошибиться дончан но вот самим времени на атаку не хватило 74-73 победа Донецка в невероятном по напряжению матче которая позволяет дончанам улучшить свой баланс победы поражений теперь 11-10 и подопечные Хосе Беракаля остаются на 7-м месте в таблице как и Киев остается в подвале этой самой таблицы на последней строчке ну что ж друзья этот матч окончен самыми результативными его игроками стали Джастин Робинсон у Киева 16 пунктов и Дарью Сангайло 14 очков Донецка я еще раз напоминаю что буквально через минуту прямое включение Спаркета и наш корреспондент Галина Тимченко будет общаться с участниками этого поединка ну а я с вами на этом прощаюсь и друзья пользуясь случаем поздравляю всех с наступающим Новым Годом к вам вашим родным близким здоровья достатка радости счастья в Новом Году пусть ваши любимые команды своей игрой результатами приносят лишь позитивные эмоции любите баскетбол встретимся в 2013 Добрый день дорогие телезрители дорогие зрители онлайн вещания сегодня мы с вами здесь находимся сейчас в малой арене Дюс США номер 5 прямо в эфире только что закончилось противостояние двух баскетбольных клубов баскетбольный клуб Донецк обыграл все-таки баскетбольный клуб Киев со счетом 74-73 они показали класс они сегодня молодцы перед Новым Годом сделали такой подарок донецким жителям сейчас мы постараемся словить двух баскетболистов чтобы взять у них интервью сейчас две секундочки подождем они сейчас раздают фотографы детям потому что после такой просто феноменальной победы тяжелой победы они сейчас раздадут пару автографов пару фотографий подойдут к нам чтобы спросить пару интервью давайте пока поговорим с детьми не стесняемся детки скажи мы сейчас с тобой онлайн вещах зрители которые смотрят нас онлайн скажи твои чувства от баскетболя какие даже не знаю очень классно ты болеешь за Багаданецк да насколько часто ты приходишь на матчи да это в первый раз увидеться живу я сам хожу на баскетбол ты хочешь посещать матч тебе понравилось да а кто из игроков больше всего понравился не помню да помнишь как выглядит хотя бы примерно черный черный наверное карри либо фишер отлично аплодисменты сюда сюда зовем сюда игроков да сейчас совсем скоро подойдут нам игроки а я хочу напомнить что 6 января во дворце спорта дружно состоится матч против казанского уникса друзья приходите поддержите команду им нужна ваша поддержка потому что это очень важно без вашей поддержки Макс Пустозвонов есть у нас привет Макс поздравляю с победой это очень круто скажи мне ты начинал с БК Киева а как твои ощущения вот чувства сегодня смотреть на команду с которой ты начинал когда мы проиграли в Киеве поэтому мы попытались приложить максимум усилий чтобы победить сегодня не огорчить наших фанов наших болельщиков перед новым годом ну как бы сделали небольшой подарок для них вот подошел сейчас 2 секунды еще 2 секунды вопросик скажи а вот видел ты кого-то из БК Киева которые пойдут по твоим стопам тоже может потом будут станут великими игроками как ты ну я сейчас вот сейчас БК Киева для начала как это это все они так и есть давай много ребят деспективных мне нравится их команда молодая команда в основном украинцы смотрю на них вспоминаю себя как мы играли сколько 3 года назад получается много ребят даже те же ребята с Крутоуз с Белой Церкви которые оттуда же откуда я ну не знаю это все зависит от них вы по-дружески да сейчас там новый встретились поздоровались площадки мы соперники но после игры в жизни мы друзья хорошие друзья всеми общаемся поэтому это круто круто и теперь вопрос да да конечно я хотела поздравить твоим годом лично твои поздравления от себя от команды поздравляю всех болельщиков всех всех кто нас поддерживает в течение года с новым годом желаю счастья удачи всего-всего самого лучшего спасибо что вы с нами любите баскетбол спасибо большое мы отпускаем Макса переодеваться расслабляться очень мокрый Андрей Малыш сейчас рядышком со мной а мы в онлайн прямом эфире в онлайн трансляции скажи Андрюш у меня пару вопросов тебе сегодня Донецк намного лучше реализовал трехочковые броски это работа над ошибками после будивельника либо это просто совпадение мы стараемся в каждой игре хороший процент показывать но не всегда получается просто бывают такие дни даже не знаю чем это можно объяснить просто когда не идут броски не заходят сегодня как бы более-менее получилось вы сегодня красавчики этого конечно вопросов нет дорогие друзья я думаю вы со мной согласны скажи а тебе вот как тебе мне просто интересно лучше выходить как ты комфортнее чувствуешь когда ты выходишь с стартовой пятерки или когда ты выходишь с кабинки запасных я пытался анализировать но для меня особой разницы нет нет разницы да ты просто круто играешь правильно стараюсь стараюсь не всегда получается стараюсь хорошо а теперь поздравления дорогим хочу всех поздравить всю баскетбольную Украину в частности болельщиков БК Донецк спасибо за вашу поддержку этот баскетбольный год вернее не баскетбольный год этот 2012 год заканчивается я думаю там не все довольны теми результатами которые мы показываем но я думаю мы постараемся и 2013 год начнем намного удачнее и баскетбольный сезон закончим на позитивный мало того что мы верим всем мы не верим мы уверены что в 2013 году все пойдет намного лучше вы молодцы спасибо вам большое за игру с наступающим Новым Годом счастья здоровья семье и близким людям спасибо огромное спасибо это был Андрей Малыш Максим Пустозвонов мы идем дальше дорогие друзья я хочу напомнить что мы с вами находимся сейчас прямо в эфире в малой арене ДСШ номер 5 я хочу попросить человека который занимается у нас атрибутикой который продает атрибутику сказать что нового появилось в атрибутике потому что есть вот такие вот шарфы фанатские есть шарфы БК Донецка есть также шарфы футболки и майки что появилось нового календарей да насколько я знаю появились календарей вот такой календарь идет почти со всеми играми и календарик такой да на 2014 год и обычный плакат как календарик и тут все месяца и вся команда очень тяжело проигрывать одно очко но ребята не опустили руки и боролись когда было минус 9 остались в игре спасибо им за это ну не попали свои броски много было несколько ошибок как защите таким нападением но была очень хорошая игра я ребятам говорю спасибо я не стану говорить слова о судействе потому что у каждого должна быть своя работа тренер должен тренировать судьи должны судить но последние 7 секунд мне было бы интересно посмотреть что там было в момент владения мячом у Донецка потери после того как я пересмотрю это видео тогда может быть у меня будет больше каких-то комментариев по поводу этого матча по поводу этого матча мои поздравления Донецку и по поводу этого матча потому что мы играли очень сильный день и хотел бы поздравить свою команду потому что сегодня мы отыграли на хорошем уровне даже в тот момент когда команда проигрывала 10 очков мы не сдались и даже в последние две минуты когда команда тоже проигрывала минус 6 очков мы опять же не сдавались не опускали голову и довели до такой нервной концовки и у нас была возможность последним броском вырвать победу в этом матче у нас еще длинный путь нам нужно просто научиться как выигрывать подобные матчи у нас был прекрасный матч в Мариуполе против Азовмаша замечательный поединок сегодня против Донецка нам не хватило чего-то какой-то мелочи нам просто нужно научиться побеждать подобных ситуаций побеждать побеждать Я хочу сказать, что мы действительно команда и сыграть как команда. Вопросы, если да, Рената? Мои конгредиенты с очень хорошими играми в Мариуполе и в Донецке. И, наверное, самый большой проблем – это ротация в твоей команде. Какие прогнозы? Он вернется, наверное, после Крисмаса. Скорее всего, он вернется после рождественских праздников. Без Гудзе у нас есть проблемы не только с победителем, но и у нас есть проблемы с добавлением времени. Потому что это бэкап-поинтгар. Робинсон должен играть 38 минут и полгода за два года. Он сделал его лучшим. И это то, что мы можем сделать. Да, Гудзе нам не хватает не только в плане того, что его очков не хватает и на команде, но и в плане того, что он должен давать определенную разгрузку в основном разыгрывающему Робинсону. А так, из-за того, что нет Гудзе, Робинсону приходится играть слишком много. Он сегодня сыграл почти 30 минут. Даже больше. Почти 40 минут. Поэтому Гудзе действительно не хватает нашей команде сейчас. Вы часто говорите, что команда хватает на 38-39 минуты. А сегодня он опять на поиск. И тогда все-таки будет хватать и на последние. Это не было первое время, когда вы говорили, что ваша команда может играть 38-39 минуты на хорошем уровне, а затем у него нет 1-2 минуты. Когда вы можете прогнозировать, когда ваша команда будет готова играть в целом 40 минуты? Когда у нас есть лидер. И теперь лидер – это команда. И все пытаются сделать самое лучшее. Но лучший способ должен быть, чтобы у нас есть лидер, где команда знает, что делать в конце игры. Сейчас мы пытаемся создать что-то из того, чего мы имеем. Ну, я думаю, что нам будет хватать на все 40 минут, когда в команде появится действительно настоящий лидер, который может одним в конце самостоятельно решить ситуацию. Сейчас у нас команда лидер. Все играют хорошо, но не хватает того человека, который могут взять на себя ответственность и в нужный момент, в таких последних секундах, своим одним броском решить ситуацию. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым Годом. Спасибо вам за поддержку. Я думаю, не все удовлетворены теми результатами, которые мы показываем. Но я надеюсь, что с концом 2012 года закончатся наши неудачи. И в 2013 году мы выйдем на более высокий уровень и будем показывать свою игру. Ну, 2012 год заканчивается. Слава Богу, что победой. Хоть качество игры у нас далеко от идеала, но слава Богу, что хоть последнюю игру 2012 года выиграли. Когда вы потеряли один игрок, как мы потеряли в Будебельник, Я думаю, что вы играете плохо и вы потеряете множество пунктов. Самое важное – это победить. И чтобы выиграть победу. Было не легко играть сегодня. Я думаю, что мы должны играть лучше в последние секунды и в последние минуты, когда у нас есть какие-то пункты. Но я хочу быть позитивным. И я думаю, что самое важное – что, может быть, не играть реально хорошо, но мы победим снова. И это что-то, которое может помочь в следующем году. С Будивельником. Действительно, команде нужна победа в следующем матче, чтобы почувствовать, вернуть уверенность в своих силах. Сегодня было непросто в игре с баскетбольным клубом «Киев». Нам следовало бы более уверенно сыграть в последних минутах игры, в последних секундах игры. Но я хочу настроиться на позитивную волну и считать, что у нас будет более лучше показатели игры после нового года. Вопросы к Касомарине? Рус, скажите, пожалуйста, о Дороне первой? Где Дорон Пэнкис? Дороне решили закончить контракт с Дороном. И это все. У нас будет новый пунктер, но сейчас Дорон вышел, и мы играем, что у нас есть. С Дороном баскетбольный клуб Донецк прекратил взаимоотношения. Мы благодарим его за помощь в матчах в 2012 году. Вскоре в Донецке появится новый разыгрывающий на месте Дорона Пэркинса. Ждите новых пунктеров. Есть какие-то уже конкретные кондитуты? У нас уже есть названия для взаимоотношения Дорона Пэркинса. Да, я думаю, что клуб работает. Может, сегодня у нас есть кто-то. Но я думаю, что эта информация должна дать клуб, но я. Но, конечно, мы работаем, чтобы найти кого-то сейчас. Безусловно, работа над тем, чтобы заменить основного разыгрывающего ведется в клубе. И конкретные имена, я думаю, появятся, может быть, даже еще в этом году. Каковы сроки восстановления Ивана Раденовича? Какие прогнозы для Ито? Я не знаю, но он сейчас в Белгрейде, чтобы восстановиться. Может, это три недели, может, это больше, может, это меньше. Сейчас мы не имеем конкретные даты. Но Юрий будет выходить минимум два-три недели. И мы увидим, что происходит. Сейчас мы имеем все три больших мужчин. Это не легко. Потому что, например, Сан-Гайла играет много минут. Но мы также смотрим, чтобы найти еще одного большого мужчину. Если мы сможем, мы попробуем. Но мы смотрим. И если мы найдем имя, мы попробуем дать нашему команду, потому что мы нужны один больших мужчин. Но сейчас мы должны ждать. чтобы закрыть эту брешь в ротации. Возможно, мы найдем какие-то действительно неплохих игроков на эту позицию. Потому что из-за того, что нет Ивана Раденовича Сан-Гайла, приходится переигрывать. И действительно не хватает еще одного большого. Может быть, появятся еще какие-то имени. А с Зармен Раденовичем, это будет кратко-прочный контракт? Или до конституции? Если мы сможем, мы попробуем найти еще одного большого мужчину. Сейчас это наша задача. Но мы посмотрим, что это возможно или нет. Наше желание, это все-таки найти не замену Ивана Раденовича, а дополнительного человека у нас выбыл из ротации уже довольно. Но Калаян Иванов. И по-хорошему, нам необходимо иметь пять больших в ротации. Поэтому мы работаем над этим. Если у нас получится, то у нас будет еще один дополнительный пятый номер. Я надеюсь, что если мы найдем эти два мужчин, плюс «Зита» придет. Я надеюсь, что эта команда закончится сезон. И мы сможем найти немного позиции. И мы сможем работать вместе с теми играми до конца. Я надеюсь, что это нашим желанием. Я надеюсь. И если мы сравниваем нашу игру с Буди Вельник, то сегодня у нас есть очень большая разница в три-поинт-поинт-поинт-поинт. Что это? 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 Мы не верим. Что это? Что это? Что это? Что это? Продолжение следует...